Добрый день, уважаемые участники конференции. Юрий Петрович, спасибо. Во-первых, хотел бы сказать за то, что пригласили нас, Министерство, поучаствовать в сегодняшнем обсуждении такого важного вопроса. Вы уже привели несколько цифр, которые, как мы назвали, являются критическими в плане зависимости наших компаний, сельхозпроизводителей по машиностроению от зарубежных производителей. Но на самом деле, чтобы понимать картину, как она сегодня обстоит, надо пройти, посмотреть по той выставке, которая сегодня здесь есть. Вы, уважаемые присутствующие, наверное, увидели, что здесь присутствует более 20 компаний, наших только, алтайских компаний, которые представили широкую линейку почвообрабатывающих комплексов. Вы увидели оборудование, которое представлено компанией C-Sort, это наш шинный комбинат, завод прессового оборудования. То есть все то, что делают наши компании для того, чтобы аграриев поддержать, для того, чтобы дать орудия труда, средства производства нашим фермерским хозяйствам. Насколько реально мы зависимы, конечно, опасения большие были в конце февраля, в начале марта, что производственные цепочки не позволят сегодня заменить те комплектующие, которые получали ранее из европейских стран. И мы встанем, производить не будем. Но вот итоги шести, пяти месяцев этого года уже показали, что индекс по производству сельхозтехники нашей, он выше 100%, и в целом индекс по промышленности пришел по пяти месяцам, 102% составляет. Поэтому это говорит о том, и вы увидели сегодня, еще раз скажу, что в принципе компании наши нашли замену тому, что мы раньше получали с европейской части. Это страны Азии, во-первых. Во-вторых, кто-то начал уже самостоятельно комплектующие производить. Конечно, хотелось бы, чтобы вот та идея, которая в Минпромторге России уже вынашивается два года по созданию компонентной базы, чтобы она все-таки реализовалась. И мы Минпрому про это говорим, в принципе слышат, и мы ждем, что программа такая появится, когда через фонд развития промышленности кредитуются предприятия на изготовление, на разработку изготовления каких-то комплектующих для нашей отечественной продукции. Допустим, гидроцилиндров, ну или подшипников, но это, наверное, в сегодняшних условиях по подшипникам невозможно пока, компетенций таких у нас нет. И потом этот кредит на льготных условиях, когда уже предприятие освоило выпуск продукции и в серию запустило, он бы прощался в какой-то части. Поэтому вот эта мера поддержки сегодня нужна, а в целом я бы хотел сказать, что предприятия справились, цепочки не разрушились, ни одно из предприятий сельхозмашиностроения у нас не встало. Все работают и обеспечивают наше хозяйство необходимой техникой. О чем свидетельствует сегодняшняя выставка и действительно такое количество алтайских компаний, это, в общем, наверное, рекорд в том числе и этой выставки. И нам действительно есть сегодня чем гордиться.